Всем привет! Ну что же, продолжаем мы рубрику Охота за шашлыками. В прошлый раз была у нас ферма Бенуа, шашлыки были хорошие, но, к сожалению, запаха дымка явно не хватило. Ну что же, давайте продолжим. Теперь у нас будет шашлычный двор. Это довольно известная в Питере доставка. Она, в принципе, неплохая, но у неё есть свойство приехать, может, в то, что угодно. Когда-то хорошо, когда-то круто, когда-то не очень. Что касается времени доставки, тоже всё это очень сильно гуляет, и поэтому было бы очень интересно посмотреть, как они отработают сегодня, и всё-таки не скатились ли они, у них всё ещё шашлык на мангале, или это уже какая-то электрофигня. Ну что же, давайте возьмём телефон, закажем опять Delivery Club. И не в Яндекс.ЕДе почему, а просто потому, что в Яндекс.ЕДе я не могу заказать два шашлыка. Там не работает счётчик, по-незрачному переключение, собственно, двух позиций. Ну вот нельзя выбрать две позиции, и всё. А мне нужно сегодня два одинакового шашлыка и два одинакового гарнира. Поэтому, как всегда, Delivery Club. Заказ оформлен на 18.26. Ну что же, посмотрим, сколько они справятся. У них написано 80 минут. Ну, что делать, будем ждать, это шашлык. Я не знаю зачем, но они всё-таки перезванивают, подтверждают заказ. Заказ на 850 рублей, на 870 рублей, ну не так уж и дорого, чтобы так беспокоиться. Ну почему-то по старинке они перезванивают. Сказали ждать час 40, час 50. Ну, собственно, посмотрим. Вот, привезли мне вот такой вот большой пакет, хотя на самом деле тут всего две порции шелака и две порции картошки. А ещё булка варится там. Так вот, успели они за час 30 ровно, а обещали час 40, час 50. Для них это хорошо. Что ж, зачёт. Давайте пробовать. Как всегда у меня, моё любимое, вот это вот ретро-вилка. Давайте открывать. Паснет, на самом деле, мясом, жареным. Может быть даже с дымком, но тут настолько сильный запах лука, что я, честно говоря, пока не понимаю. Давайте всё это откроем. Ланчбокс. Я считаю, это самый удобный вариант для шелака, потому что будет много места, и это классно. Значит, открываем. Так, надеюсь, что видно. И будем вскрывать фольгар. Фольгарь тоже хорошо, потому что шелки всё-таки долго, по городу, и это как бы чревато. Так, ну, собственно, я всё открыл. Ну, давайте наколем, попробуем. Понюхаем, дым есть? Да, есть дым. Есть дым. Ну, это конечно не такое мясо. Идеальное. Как фермер бино. Более всё-таки жирноватое. Но здесь есть запах дыма. Да. Живых, свежий. Ну, не скажешь, что прям, как будто бы его только с огня наставим, но... Впечатление всё-таки более приятное. Ну, что ли, более натуральное какое-то. Давайте попробуем картошку. Ну, мне нравится у них картошка на мангале, она у них всегда просто отличная. Это уж ихная особенность. Давайте пробуем ещё шашлык, чтобы точно убедиться, что это нормально. Чтоб не полоскать гадости. Да, мясо не столь равномерное. Есть жирок. Хотя, в своих ответах людям в Delivery они пишут, что так и должно быть. Этот шашлык, он даже более грубый. Но всё-таки есть ощущение вот такой вот натуральности, что ли. Что вот это вот прям же шашлык с костра, с мангала, там, где были угли. Вот. И поэтому, наверное, я ставлю этому шашлыку 8. Не 10, конечно же, потому что таки мясо... Я люблю, чтобы мясо было более идеальное. Но вот это вот ощущение настоящего шашлыка, оно всё-таки присутствует. Это очень классно. Спасибо шашлычному двору за это, потому что они при всех своих изменчивостей в обслуживании... Не обслуживании, а в качестве. Обслуживание их все нормально. Но вот качество, конечно, зачастую прыгало. А здесь уже, ну, наверное, около года они всё-таки держатся. Они, наверное, заработали определёнными, тратить его не хочется. И поэтому слезят, слезят. Как-то так. Давайте посмотрим, что есть в комплектации. Вот такая вот комплектация. На двоих человек всё-таки, наверное, это не очень много. Но я не помню, сколько я указывал людей. Сейчас посмотрим по набору инструментов для еды. Скорее всего, я, как всегда, в Delivery выбрал на одного, поэтому, собственно, столько не привезли. Но салфеток на одного, я думаю, что... Ну, это вполне достаточно. Так, ножичек. Ну, ножичек, конечно, не очень радует. Он прийти по-остренький, как бы, но так сидит. Шашлык таким не разрежешь точно, хотя, может, есть у мельцы. Вилочка такая. Ну, наверное, шашлык можно было бы есть, если бы это было в офисе. Ну, как бы, да. Так. И что-то там ещё есть в пакетике. Пакетик пока не быстрый. Ну, а это влажная салфетка. Ну, что же, это приятно. Прям как в кресле. Даже какая-то комплектация, в общем. Получился такой обзор. Сами думайте. На мой взгляд, это было неплохо. Это было вполне себе естественно. Естественный вкус шашлыка. Да, он не идеальный. Да, может быть, более грубое мясо. Но всё-таки это приятно есть. И это здорово. Всем спасибо. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Всё-таки хотелось бы комменты получить от вас. Давайте, значит, подписываться на группу. Тоже будет классно. И, в общем, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok